Приветствую всех, друзья! Вы на канале Лина Лайфа, и это обзор на канал Волчица. Кая у нас приехала наконец до места своего жительства, до места своего назначения. Она нам показала купленный ею дом. Представляете, дорога была не близкая, 15 часов ехала. Она была в дороге вместе с своими пожитками, то, что она жила. Она за это время в Германии пока проживала 2,5 года и приехала. Вот она всё говорила, кормила нас этими всякими, ну, как сказать-то, угадками. Угадайте, в какую страну я еду, картофельная страна. Ну, многие в комментариях, вы знаете, написали, что это, скорее всего, Беларусь. Ну, люди так предполагали. Ну, так всегда считается, да, считалось, что картофельный край — это белорусский край. И люди как бы уже предположили, что-то в Беларусь поехала. Спрашивали. Она, конечно, молчала, держала интригу, ни в чём не признавалась. И вот, приехав, объявляет, что она в Украине. Представляете? Ну, я вообще удивилась, конечно, что она отважилась поехать. Ещё, как говорится, напряжённая обстановка там ещё сохраняется. Все мы знаем, почему. Вот. Но, тем не менее, она поехала. Очень хотелось, как она говорит, домой. Даже слёзы на глазах набежали. Ну, это само собой. Человек приехал туда, где жил. Естественно, скучала и тосковала. Вот перед отъездом, помните лицо Кайи? Ну, кто видел? Вот. Какое-то потерянное. Тоска в глазах. Я всё вот это обговаривала и застряла на этом внимание, да. Было очень взволнованный какой-то вид такой у Кайи. И вот, наконец-то, она в Украине. Она купила дом в сельской местности. Домик, летняя кухня там стоит и ещё что-то. Я не знаю, может быть, это баня, может быть, какой-то сарайчик. Всё белёное. Сам дом под черепичной крышей. Вот. Ну, да. Мне это напомнило тоже сёла, в посёлках. Вот такие крыши, тоже и домики такие же. Там, где я проживаю, тоже очень похоже. Но мы ни в одной местности, ни в одной стране с Кайи. Вот. И, ну что, в собственности дом. Но вы понимаете, что нет коммуникаций. Нет, значит, что туалет у неё дома и воды нет. То есть канализация не проведена и не проведена вода. Люди спрашивают, а газ-то есть? Но газовая труба, я вот её видела, что она к дому, что она в дом проведена, газовая труба. Ну, не знаю. Может быть, отключена. Может быть, что-то и не подключена. Да. Вполне может быть. Но пока ещё об этом говорить рано. Пока ещё она это не сказала. Не знаю. Может быть, пока я записываю видео. Может быть, уже у неё новый ролик вышел. Мы все боялись. Ну, не знаю, все. Не все. Наверное, многие за этого неоднозначного блогера всё-таки. Да. Что он поедет. Куда он поедет. Да. И как его, где его примут, неизвестно. Но, видите, всё-таки я решил к себе ехать в свою страну. Да. И учитывая то, что, как рассказывает нам блогер, что есть в Харькове собственная квартира, и люди задаются вопросом, а дом-то зачем? Ну, видимо, пока это как вариант. Значит, пока, может быть, не может в Харьков. Нельзя в Харьков. Кто знает, да? Обещала показать квартиру. Вот документы, говорит, сейчас поедем с собственниками с этими переоформлять на неё, на Каю. Будут переоформлять документы. Собственность. Теперь у меня свой дом. Тут орех, яблоки, груши. Всё это расписывал блогер. Дом, конечно, я приведу в порядок. Сюда надо вкладываться. Ну, конечно, видно же, что старые постройки. Всё старенькое. Выглядит достаточно так. Уныло всё, друзья, уныло. Да, если там заниматься ремонтом, там просто огромные деньги нужны. Ну, как блогер говорит, но пока мне хватит и этого. На какое-то время пожить. Видите, как рассуждает блогер. Собственно, нам всё и уже докладывает, рассказывает. Что пока, вот на какой-то период, вот, ему хватит и здесь пожить. Ну, а чего нет? Собственно, квартира в Харькове. Если всё будет хорошо, он возвращается просто в свою квартиру потом, да. А этот дом никогда, как говорится, не поздно продать. Никогда не поздно, никогда не рано. Потому что недвижимость себя ценнее. И если не недвижимость, да, смотря на ветхий, достаточно вид домика и всех построек, то земля всегда в цене будет. В комментариях там, кто ругает блогера. Кто поздравляет с покупкой недвижимости. По-разному люди, конечно, реагируют. Как ты будешь жить, как ты будешь жить, что ты без удобства будешь делать. Да, конечно. Конечно, привыкнув к удобствам, очень тяжело потом без них. Это просто невероятность. Что, где брать эту воду, да. Что, вносить, ходить с ведрами эту воду, заносить, колодец. Вы представляете, из колодца будет Кая, значит, вот это таскать в воду. Ну, это, да, достаточно сложно представить себе. Пишут, да у тебя в квартире-то какой был беспорядок. Что теперь-то будет в доме у тебя? Ну, люди, конечно, возмущаются и не представляют. Ну, Кая довольная. Довольная тем, что она находится в своей стране. Хотя бы вот этим. А уж дальше будет видно, но пока контент такой. Из сельской местности. Кая в деревне. Для тех, друзья, кому интересен этот блогер, допустим, этот канал, кто смотрит. А я прощаюсь, заканчиваю свой обзор. Всем всего наилучшего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok